Пятница 13-я стала черным днем для таксистов. Сегодняшнего дня ГИБДД вправе оштрафовать перевозчиков, которые не переоборудовали свои машины. По новым правилам, такси обязательно должны быть оснащены таксометрами и опознавательными шашечками. Требования должны убрать с рынка частных извозчиков, которые все чаще становятся виновниками аварии. Юлия Першина выясняла, много ли на дорогах псевдотаксистов. Это ДТП произошло средь бела дня на, казалось бы, безопасном участке трассы. Автомобиль был полон под завязку. Водитель решил подзаработать и взялся за деньги подвезти до города четырех пассажиров. При этом ни сам бомбил, а ни его пассажиры пристегнуты не были. Водитель двигался с поселка Половинный, по неустановленной причине не справился с управлением, совершил съезд в Кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры получили телесное повреждение. Взять таксистов под контроль и сделать пассажирские перевозки более безопасными, возможно, поможет новый закон. Согласно новым правилам, каждый автомобиль такси должен быть виден в общем потоке. Это значит, что цветографическая окраска с шашечками на борту и гребешок на крыше. В салоне машины в обязательном порядке должен быть таксометр. Кроме того, водитель такси должен иметь разрешение на работу. Валерий Попов не скрывает раздражение. Сегодня его останавливают уже в шестой раз. Все документы у него в порядке. Но вот таксометра в машине не оказалось. Таксометра находится у меня в телефоне. Создана специальная программа, по которой рассчитывается стоимость проезда. Закон предусматривает таксометр, но он не предусматривает, какой именно и какого типа должен он быть. Но это можно сказать в цветочке. У следующего таксиста не оказалось даже разрешения на работу. Можно с уверенностью сказать, на следующий вызов он уже не успеет. Пока еще не сделалось. Нет разрешения, нет разрешения. Вы не знали, что с сегодняшнего дня начнут... Нет, нет. Вступила в действие поправки к правилам дорожного движения. На вас будет составлен соответствующий протокол. Разрешение установленного образца. То есть это требование обязательное. За отсутствие разрешения на перевозку пассажиров и грузов легковым такси предусмотрен довольно высокий штраф. Сумма штрафа колеблется от 2,5 до 5 тысяч рублей. Крупные фирмы-перевозчики большого беспокойства у инспекторов не вызывают. Рано или поздно к требованиям закона они прислушаются. Иначе их просто задавят конкуренты. Настоящая головная боль – это так называемые бомбилы. Как правило, это жители области, которые в Екатеринбург приезжают на заработки. В большом количестве поток хлынул сюда, в Екатеринбург. Занимается, как ранее говорили, частным извозом. Более того, очень организованно утром определенную категорию граждан они сюда привозят. В течение дня работают в Екатеринбурге, вечером забирают и увозят. Пожалуйста, без вопросов. Но все должно быть приведено в соответствие. Кстати, закон о такси вступил в силу еще 1 января. Так что у перевозчиков было время, чтобы подготовиться. Проверять и штрафовать их начали только сейчас. В госавтоинспекции ждали официального внесения изменений в правила дорожного движения. Юлия Першина, Роман Марьяненко, Юрий Чернышев. Информационная программа «День». Екатеринбург.